Рано или поздно вы наткнетесь на маленькие буковки, мелькающие буквально на миллисекунду, где-то уколки изображения. Почему же это преми Гравити Фолз? Гравити Фолз я обожаю. Злыдни тоже классный мультфильм. Почему? О, этого я не видел, кстати. О, пилотный! Пилотный я смотрел, но... Почему-то я тупо его удалил. Обидно было, обидно было. Но при этом, на то, чтобы найти все шифры и перевести всю эту информацию, которая в них раскрывается, мне потребовалось аж несколько недель. Ого. Кстати, ролик довольно длинный, поэтому возьмите с собой что-то попить, поесть. Я, кстати, ничего не взял, у меня горли пересыхают, но все нормально. С большей дистанции в Интограмм по итогу просто оказывались прикольчиками по типу продолжения. Следует ли Ice Ice Baby или просто надпись Хижина Чудес? То есть всех увлекал в первую очередь сам процесс разгадывания шифров. И зачастую не столь уж важно, что же за ним скрывается. То воссоздатели злые дни провернули нечто просто невероятное. Сам мультик, как я вам уже рассказывал в прошлом видео об этом шоу, 12+. Он рассказывает о буднях реальных злодеев. Нам показывают, как они рушат город. Очень, очень яркие персонажи, очень интересные персонажи. Это, ну, он крутой, действительно крутой мультфильм. Да, герои в создатели спокойно вставляют скримеры в серии, что уже довольно-таки смело для детского канала. Но реальные жестокости, убийства и все такое, картонетворк ни в коем случае не разрешит вставлять в мульт. И чтобы обойти этот запрет, создатели оставляли в каждом выпуске коды, которые выведут зрители на такие подробности жизни этих злодеев, от которых уже действительно бегут мурашки по коже. Шифры скрывает новый сюжет для старшей аудитории и намного лучше раскрывает огромнейшую вселенную злодней. Если вам нравилось разгадывать шифры в Gravity Falls, то этот мультфильм вам точно придется по вкусу. На данный момент в разработке находятся еще 5 новых серий злодней, которые выйдут уже в ближайшее время. За это можете не волноваться. О, ну круто, кстати. Если выйдут новые серии злодней, то, думаю, я попробую все-таки реакцию у них снять. Если их опять не будут удалять, то будем снимать реакции. Если их будут удалять, то не будем снимать реакции. Но это классика. Классика. Ну а сейчас пришло время постараться по полной вникнуть в... Блин, ну я жду на самом деле. Вообще я мультфильмы всякие интересные жду. И очень мало выходит сейчас. В самом его начале увидим... Знаете, не то, что выходит мало. Просто многие выходят пилоты, и потом очень долгое время ничего не выходит. Я хочу смотреть мультфильмы. Я хочу смотреть мультики. Я люблю мультики. Мультики. Множество кадров с различным текстом. Поскольку все серии этого шоу были стилизованы под ролики свечи с кассет. Именно поэтому там мелькают глюканутые надписи Picture, Color, Type of, Aspect, Sound. Это все наименование определенных функций в меню настроек телевизора. Но одна из надписей, которая промелькнет в самый последний момент перед началом выпуска, имеет гораздо большее значение, нежели все остальные. Ведь это далеко не просто набор рандомных чисел, а уже знакомые нам из Gravity Full шифр постановки и Кодвиженера. Кодовым словом для дешевровки является испанское слово Murcia Lago. А как он знал, что именно это слово... Почему? Один из главных атрибутов любого мрачного злодея. Здесь многое будет на испанском, поскольку злыдни создает подразделение карта нетверка в Латинской Америке. Но это не минус. От этого разгадывать шифры только интереснее. Итак, используя код Виженера, мы присваиваем каждой букве слова Murcia Lago порядковый номер, начиная с нуля. А затем декодируем этот шифр, не касаясь буквенных символов. У нас выходит Mira en las pantelas y busco, что переводится на русский как смотрите на экран и ищите. Конкретно эта фиртограмма обнаружила довольно просто. Она появляется на я... Я представляю, сколько будет в новых сериях еще больше пасхалок каких-то скрытых. Хотя это только три минуты, а уже сколько рассказали. В фоне аж на три кадра. Но из расшифрованного сообщения мы узнаем, что это далеко не единственное сокрытое в этом выпуске тайна. И действительно, если начать покадрово разбирать весь этот эпизод и внимательно смотреть на экран, рано или поздно вы наткнетесь на маленькие буковки, мелькающие буквально на миллисекунду, где у них есть выражение. О, реально, вон эсочка. Однако стоит заметить, что нам все же упростили задачу в их поиске, ведь абсолютно все необходимые нам символы скрываются лишь в кадрах с черным шляпом, сидящим в своем кресле. Внизу я буду указывать тайм-код расположения всех букв, чтобы вы потом при желании и сами могли их отыскать. Таким образом, мы обнаруживаем D-O-D-E-M-O-S-B-A-I-L-A-R. Из чего складывается надпись по D-E-M-O-S-B-A-I-L-A-R. Выражение, которое из испанского переводится как «Мы можем танцевать». Казалось бы, почему оно вообще, но вы просто еще даже представить себе не можете. Я тоже могу, только лучше это не видеть. Те, кто бывает у меня на стримах, знают, что лучше это не видеть. Лучше не видеть, как я танцую. Слушайте, насколько же огромное значение вовсе на злыднее имеет эта фраза. Но ждать объяснение осталось недолго, ведь все прояснится, когда вам удастся обнаружить двоичный код в конце второго выпуска «Злодейского справочника». Он весьма малозаметен и промелькнет всего лишь на два кадра после окончания гитров. А, да, ну так сложно заветить, реально. Довольно просто. Кстати, я хочу небольшую такую штуку сказать насчет двоичного кода. Это просто довольно забавная тема. Помню, ролик был в «Мармоке», там у него типа «Будем говорить двоичным кодом?» Он такой 0, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 1. А я сказал типа «Ну, в двоичном коде есть только нули и единицы». Мне кто-то в комментариях написал «Ну, он же двоичный, в двоичном есть слово «два», значит, там есть и двойки». Такой «Не поспоришь вообще, не поспоришь, блин». Окей. Ну, он еще назвался бинарный, ну да ладно. Каждый номер в этом огромном количестве чисел обозначает определенный символ. Ну, а лично, потому что там всего лишь две цифры, 0, 1. И после полного декодирования мы получаем следующее послание. Я девизата эн лас панталас, а хоробуска ля ред де ля аранья. Понимаю, вы сейчас... Ну, ты по-любому, блин, Содеринг испанский знает. Понимаете, как уж прахает на нем вообще, как на родном. С ничего не поняли, поэтому переведу на русский. Вы уже посмотрели на экран. Теперь ищите в паучьей сети. Под этой самой сетью подразумевается всемирная паутина, интернет. А ранее, внимательно смотря на экран, мы сумели собрать по букве странную надпись под ДМС Байлар. Ее и вбиваем в сеть. Сейчас перед вами откроется лишь пустая страничка с загруженным логотипом организации Black Hat. Я все вижу. И дальше вы уж никак не продвинетесь. Но в далекие времена, когда второй выпуск Владийского справочника еще только лишь вышел, все выглядело совершенно иначе. Потому давайте же переместимся по времени и вернемся к сохраненной старой версии. Кстати, прикольный сайт Wayback Machine. Вы можете посмотреть, как, например, YouTube выглядел там, когда только появился он. Это очень прикольно. Это очень интересно. Кто не знает об этом сайте, попробуйте, зайдите. Довольно забавно посмотреть, как, например, ВКонтакте тот же выглядел очень давно. Это забавная тема. Итак, перед нами оказывается танцующая пара, откинувшая в стороны шляпы. Над ними значится надпись на испанском. Мы можем танцевать, и ты тоже. Если вы поводите мышкой по изображению, то заметите, что при наведении на черный цилиндр его перечеркивает красная линия. И если по нему затем кликнуть, вы поводете на главную страницу. Перед нами три пункта. Отчет по 72-65-84. Запись данных и прочти меня. Отчет недоступен. А вы знаете, это немножко даже крипово. Типа, ну интересно, но криповенько. Теперь идти по этой вкладке не увенчаются успехами. Потому для начала давайте же прочтем то, что нас попросили прочесть в первую очередь. Вновь все на испанском, но я для вас перебил это на русский. Это письмо из канала передачи экстренных сообщений, которому присвоен тот же код, что и недоступному докладу. Некоторые слова были задерты во избежание слива определенных секретных данных. Но большую часть из них по общему смыслу изложенных предложений с легкостью можно восстановить. Сообщение написано неким агентом. И оказывается, что именно он запрятал секретные послания и адрес этого сайта в выпуске злодейского справочника. Он рассказывает, что их агентство использует этот сайт как коммуникационный порт для передачи данных по делу об организации Black Hat. Поскольку обычные разговоры по телефону или по рации скорее всего прослушиваются флёгом. Периодически на сайте будет появляться собранная шпионами информация, но лишь на... То есть получается, это именно сайт не шляпа, а наоборот тех, кто за ними следит. Интересно, почему тогда в ролике шляпа это появляется? Очень интересно, очень интересно. Роткий промежуток времени, дабы чёрный шляп их не раскрыл. Также этот агент попросил не показывать никому ссылку на этот сайт. Иначе же она начнет распространяться и рано или поздно достигнет самого шляпа. А если это случится, организация Black Hat с лёгкостью может вычислить любого шпиона, участвующего в этой операции. Ведь данный сайт весьма просто скомпрометировать. В том же случае, если всё пройдёт успешно, уже через несколько месяцев они смогут открыть все мосты и раскрыть цель данной операции. То есть теперь мы знаем, что этот сайт создали агенты, которые запрятали в выпусках ссылку на него. Исключительно для таких же агентов, которые заранее знали о том, что в злодейском справочнике будут сокрыты шифры. Судя по всему, им каким-то образом... Интересно, кто из них агент? Может кто-то из них скрытый агент? Типа или двойной агент? Было бы интересно. Угу. На момент выхода второго выпуска нам были доступны лишь первые две. Другие же три были засекречены. Первая запись именуется как Лимон, поскольку и первая серия злодейского справочника была посвящена Лимонхвату. И при переходе мы видим, что она разделена ещё на два пункта. Я их получил и приоритет. Как они запарились ради пасхалки. Очень круто. Прямо реально, будто бы чувствуешь себя каким-то секретным агентом, шпионом, гением, который разгадывает все эти загадки. Это прикольно, очень круто. Интересно сделано. По имени Купер рассказывает о том, что ему удалось получить удалённый доступ к базе данных организации Блэкет. Осталось только взломать пароль. Он надеется, что с этой задачей сможет справиться некая Уэллис. И если же она это сделает, миссия уже будет близка к завершению. Во вкладке «Приоритет» же находится ответ на сообщение Купера от его начальника, чьё имя скрывается за инициалами К.Л. Здесь говорится о том, что всю информацию передали доктору Уэллис, но, увы, пароль можно достать лишь изнутри базы «Чёрного шляпа». Она уже сумела пробраться внутрь и заполучить необходимые данные. И теперь перед агентами стоит задача также незаметно вытащить её оттуда. Вторая же запись в реестре именуется как самозванец, поскольку второй выбор с злодейского справочника Ру посвящён на Хаесу из «Маги мечей». Злодею, чья способность заключается в своеобразном перевоплощении в любого другого человека. И здесь мы обнаружим ещё одно сообщение. Его написал некий агент, и уже... Как всё проработано? Я немножко даже вас... Я восхищаюсь создателем этого мультфильма. Это круто, это очень интересно. Блин, надо было когда-то тоже подобное придумать. У меня когда-то была подобная загадочка, шифра, я помню, очень давно, когда у меня было меньше стака подписчиков, которые переносил на другой мой канал. Это было прикольно, необычно. И это интересно это делать, реально очень интересно. Поэтому, может быть, как-то ещё сделать что-то подобное. Уже не Купер, в надежде, что кто-то из её напарников выжил после всего произошедшего и сумеет прочесть это письмо. Судя по всему, во время спасения у Элис всё пошло не по плану, и чёрный шляп обнаружил агентов. Тем не менее, шпион в сообщении рассказал, что они всё же сумели достать пароль к сайту с базой данных организации Black Hat. Но просто так поделиться им она не может, иначе её местоположение скомпрометируют. Потому ей пришлось разделить пароль и забрятать его части в разных видео злодейского справочника разными способами. И полностью он откроется для нами лишь с выходом последнего, десятого выпуска. То есть, там уже где-то есть код. Планирует продолжить работать над выведением прямой ссылки на сайт, чтобы у каждого появилась возможность по ней перейти. Видимо, пароль не единственная преграда на пути доступа к сайту, и туда проникнуть невероятно сложно. Хорошо, что таких проблем не возникает, когда я захожу на Симайкеру. Реклама – это хорошо, это очень хорошо. Значит, автор покушает, то есть Содерлинг. А то, что Содерлинг кушает, это хорошо. Больше будет роликов и больше будет всяких разладанных загадок. Потому что что-что, а Сода умеет внедриться в мультфильм, как будто он там сам находится, и найти все нюансы. Это круто. Круто. На самом деле, мне нравится, когда люди чем-то заинтересованы своим хобби, каким-то интересным. Ну, это круто, потому что в это видно страсть. Это классно, классно. И используйте ему промокод Содерлинг 611, чтобы получить скидку в 15%. Затем, с выходом рождественской короткометражки, злыдний сайт вновь обновился, и нам стала доступна третья запись в реестре. Агент сообщает о том, что ей удалось добыть чертежи механических стражей черного шляпа, которые были показаны нам в мультике. Теперь агенты могут их проанализировать и попытаться найти потенциально слабые места, и если кто-то из них, конечно, уцелел и еще имеет доступ к сайту. Но с выходом третьей серии злодейского справочника ситуация вновь усугубится. Ведь через два часа после ее релиза выпуск просто-напросто исчезает с ютуба, а сайт под МС Байлар приводился в то, что мы видим теперь на его месте. Черный шляп его обнаружил и перекрыл агентам доступ к их единственному укрытию. Все дело в том, что создатели мультсериала с самого начала установили на сайт счетчик переходов и кликов по нему. По этой причине еще в самом первом сообщении агенты предупреждали о том, что сайт не стоит распространять. Но к выходу третьего выпуска уже десятки фанатов со всего мира знали о существовании под МС Байлар и активно следили за его обновлением. Во как, это очень интересно, то есть кто-то спалил адрес, ну можно что-то сделать, я разгадываю тут всякие мультики и все, все, вы испортили все, что теперь делать, что теперь делать, ничего не видно. Грустно. Именно поэтому черный шляп сумел обнаружить местоположение агентов, расправиться с ними, а затем полностью снести и этот сайт. Как только третья серия злодейского справочника была удалена с ютуба, в интернете появилось видеообращение самого черного шляпа. Это обращение черного шляпа ко всему миру. Я знаю, о чем вы думаете. Где же видео? Что произошло? Ведь всего минуты назад оно было на канале. Это стоило того, чтобы улицы зрить это выражение на ваших лицах. А, нормально. Мой медицинский Блэкетт вскоре вновь вернется. Я так-то даже удивлен. Еще сильнее, чем когда-либо. И когда мое вездестающее зло заполонит интернет, вы тогда задайте себе вопрос. Можете ли вы танцевать? На следующий день третий выпуск вновь благополучно появился на ютубе, но с одним маленьким изменением. Черный шляп решил тоже вступить в игру и оставил в конце эпизода свое собственное послание. Во всех трех промелькнувших камерах с логотипом организации есть окружающие его надписи. Если выцепить все буквенные символы из всех трех кадров, а остальное удалить, образуется полноценное сообщение. Soon everyone will wear the hat. Что на русский переводится как «Скоро все будут носить шляпу». Шляпа – это хорошо. У меня, конечно, не шляпа, у меня кепка, но я, как бы, говорится, стремлюсь к тому, чтобы я заслужил носить шляпу. Пока ношу кепки. Потом следующий шаг – маленькие цени, да, потом побольше. Ну, вы понимаете, да, да, да. Кофбойскую шляпу потом могу подносить. Шляпа наконец-то полноценно рисовывает сознащение двух столь часто используемых выражений. Те, кто носят шляпу – это приверженцы главного злыдня. Даже не столько работники вроде Флёга и Деменции, а некогда обычные люди, которых черный шляп сумел переманить на темную сторону и навязать собственную идеологию. Те же, кто могут танцевать – это люди, на которых злодей ещё не сумел надеть шляпу. Те люди, которые ещё способны чувствовать радость и счастье от обычного танца. Именно поэтому сайт агентов был назван «Подемос Байлар». Ну, а в конце четвёртого бутылка нас ждали уже зловещие фотографии, промелькнувшие буквально на пару кадров. На первой мы видим тех самых пятерых агентов, участвовавших в операции. Трёим из них закрыли глаза, а двум другим полностью закрыли лицо. На второй фотографии изображены всё те же люди, но у той трои теперь выколоты глаза. Осутствуют какие-либо черты лица, и на них надеты шляпы. Неизвестно, кто стоит за раскрытием этих изображений. Это агенты поделились тем, что произошло с их на парке. Он превратил их в рёботов, шляпок или что? Чёрный шляп так потешается над попытками каких-то людишек ему противостоять. Но что точно понятно, трое из пятерых агентов более не могут танцевать. Невозможно никоим образом узнать, были ли они убиты, или же их просто-напросто подчинили чёрному шляпу сериев их личности. Однако никакие подробности сего инцидента раскроются уже в следующей серии. Ведь по всему пятому выпуску были разбросаны кусочки одного документа, которые мелькают буквально на кадр во время помех или же глюков. Одна из частей фотографии была вообще в негативе, чтобы ещё сильнее запутать тех, кто пытается во всём этом разобраться. Когда вы объедините воедино все кусочки изображения, перед вами откроется досье одного из агентов. Но даже этот документ, на поиск и сборку которого пришлось потратить пару часов, никакой особой информации не раскрывает. Ведь больше его честь было либо засекречено, либо замазано, либо затёрто. Что удалось из этого всего разглядеть, я постарался для вас перевести. Это протокол о пропаже агента по имени Идзот Назыч, который предположительно погиб вместе со своими напарниками во время выполнения... Меня за чёрный шляп рулит. Попалося? Или что там написано? А, попался? Я попалося прочитал. ...экативной миссии на неком объекте в январе этого года. Помимо этого, очевидно, Деменция соизволила поглумиться на досье бедного шпиона и сама лично написала поверх всего документа, что этот лузер именно гей попался на глаза и что играться с ним было, ну, очень скучно. Помимо этого, она сообщила следующую новость. Пятеро есть, двое на подходе, что говорит о том, что агентов изначально было семь, и пятерых из них организация чёрного шляпа уже ликвидировала. Новые подробности о случаем... Это немножко даже грустно! Теперь мультфильм вообще уходит в другую сторону. Я теперь болею за агентов, болею за добро, блин. Всё, снимаю шляпу. Я не в шляпе, я в кепке. Агентами из выпуска выпуск всё больше ужасает. Это не считается. Казалось, что на этом этапе двое выживших агентов прекратят своё расследование. Но... С выходом шестого эпизода злодейского справочника вновь обновился и взломанный ранее сайт. Да, на главной странице до сих пор мельтешит логотип организации Блэка. Однако, если какое-то время подождать, тогда вы заметите появившийся на секунду ключик где-то в уголке. И как раз по нему необходимо успеть кликнуть до тех пор, пока он вновь не исчезнет. И тогда мы попадём во вкладку с кучей различных кодов, в чипроп и символах, которых нам сейчас предстоит разобраться, чтобы можно было продвинуться дальше. Сразу предлагаю обратить внимание на двоичный код, который находится слева. Он расшифровывается как «Открывается защищённый канал». Расшифровка сообщений с сетей безопасности 76567. Доступ разрешён любому уцелевшему агенту. Двое ещё могут танцевать. Чтобы войти внутрь сайта, необходимо ввести пароль, который состоит из шести символов. Взломать этот код наугад практически невозможно, поскольку существует более 500 тысяч различных комбинаций, которые можно создать из этих символов. Потому пароль необходимо было где-нибудь отыскать. И, как обычно, ответился в самом выпуске. Все шесть символов были открыты по всему эпизоду. Они появлялись лишь на один кадр, зачастую где-то в уголку экрана. Но мне облегчила задача в поиске одна закономерность. Все необходимые символы располагались в первом же кадре после перехода между сценами. И после долгих поисков первых двух символов, мне достаточно было пройтись по первым секундам каждой сцены. И остальные четыре уже довольно быстро нашлись. Мы, если в комбинацию, вводим её на сайте. И перед нами открывается новенький, обновлённый по демо с Байлар. Первые три записи более недоступны. Видимо, Флёв по приказу Чёрного Шляпы их напрочь уничтожил во время взлома сайта. Зато теперь же нам доступна к прощению четвёртая запись. А с выходом последующих выпусков постеренно... Уже 8, 9, 10, 11. 8, 9. В них агенты расстроят чуть больше о других злодеях и членах организации Блэкхэт. Но об этом мы поговорим чуточку позже. Ведь сейчас я бы хотел прискочить сразу к десятой записи под названием Торт. Она стала доступной в момент выхода десятого и финального выпуска Злодейского Справочника. И здесь, наконец-то, раскрывается судьба выживших агентов, которые ведут между собой диалог. Ты продолжаешь пользоваться тем же сетом, который уже взломала ледучая обезьянка Чёрного Шляпа номер один? Купер, это ты? Ну, а кто ещё? Докажи. Ну, ушибник нелепая имечка так-то. Мне нельзя раскрывать свои личности, ты это знаешь. И оно не нелепое, а довольно интеллигентное даже. Да как скажешь. Рада слышать, что с тобой всё в порядке, после всего произошедшего. Мне повезло сбежать в нужный момент. Ты сумела разглядеть, что схватила Джараидзата и Валина? Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Ходили лишь слухи о чём-то таком. Существо, верно подданное Чёрному Шляпу, разгребает его тёмные делишки. Клянусь, если оно из-за мной придёт, я повешу его голову себе на стену, чтобы отомстить за то, что оно сотворилось с моими друзьями. У тебя ещё будет шанс, Купер. А сейчас давай следовать плану. Мы уже близки. Этот сайт легко скомпрометировать. Но именно поэтому стоит именно его и продолжать использовать. Ни один адекватный человек не станет прятаться в горящем доме. В особенности, если его нарочно подожгли, чтобы ты сгорел. Надеюсь, ты права. Однако, скоро этот сайт отслужит своё. Я уже почти получила доступ к главному сайту организации Black Hat. Это радует, ведь мы остались вдвоём. И не думаю, что я смогу видеть ещё кого-либо из агентов попытаться взломать его после прошлого. Двух наших попыток. Поэтому я и оставила этот диалог открытым. В надежде, что кто-то из агентов увидит это и решит нам помочь. Номер пароля был разделён и разбросан по всему злодейскому справочнику, который нам удалось чуть подредактировать. Думаю, как только последний выпуск окажется в сети, я получу доступ к главному сайту Чёрного Шляпа. И после этого нам необходимо будет поспешить. Будь наготове. Мне нужно встретиться с тобой как можно сказать. Вообще, будто ещё один мультфильм параллельно смотришь с другим. Очень круто. Ой, классно, классно. Спасибо, Студингу, за это видео. Мне очень интересно. Скажи мне, где. Я вас ищу. И действительно, если внимательно, покадрово пересмотреть все серии там по частям разными способами, при помощи разных шифров был запрятан тот самый пароль. К примеру, можно заметить, как то и дело во втором выпуске мелькают какие-то странные маленькие флажки. Оказывается, существует некая система кодовых сигналов для торгового флота, используемая моряками, в соответствии с которой каждый флаг обозначает определённую букву или же цифру. Прикольно, я даже не знал о таком. Интересно. Два из них расшифровываются как цифра 0, а четыре же других образует слово Zero, которое также переводится на русский как 0. Более того, во время одного из скримеров можно заметить мелькающий на фоне позади чёрного шляпа японский иероглиф. И если же вы вобьёте его в гугл, он тоже выдаст вам всё тот же 0. В третьем выпуске также должна была промягнуть два флажка из системы кодовых сигналов. Но, как вы помните, через два часа этот выпуск пропал с ютуба. И в перезалитом на следующий день ролике остался лишь один из них, промелькнувший во время помех. Второй флажок, видимо, был замечен флёгом и вырезан, поскольку мелькалыш на несколько кадров прям по центру экрана. Оба этих флага обозначают цифру 1. И три флажка возле номеров телефонов дешифруются как 1. 1. Также в серии... Ну, в общем, это двоичный код опять же. Как, блин, интересно. На фоне появлялись эти три странных человечка с флажками в руках. Это так называемая семафорная азбука, в соответствии с которой буквы присваиваются уже определённому положению рук этого человечка. Даже такое есть. Сколько есть вариантов шифров. Вот их просто миллиорды, блин. Ну, до этого догадайся ещё, блин. Это очень круто. Круто на русский как 1. Помимо этого, в выпуске был спрятан китайский иероглиф, который также обозначает цифру 1. И ещё на четвёртой минуте на портрете боксмена промелькнёт тамильская буква, которая произносится как К. А буквы K и A в английском алфавите занимают 11-й и 1-й порядковый номер. Сплошные единицы под видом разных шифров были разбросаны по всей третьей серии, чтобы так или иначе нам удалось отыскать хотя бы одну из них. В четвёртом эпизоде во время рекламы защитной пластинки от собак промелькнёт двоичный код, расшифровывающийся как буква V. Также во время помех на кадр появится... Как много, блин, нюансов. Можешь с ума сойти, пока ты всё это отыщишь. Ну, это очень интересно. Химического элемента, который обозначается буквой V. А ещё такая доминошка. Это шифр Брайля. Рельефный шрифт, предназначенный для чтения незрячим людям. И конкретно этот символ — это тоже буква V. Доминошка, промелькнувшая на кадр в пятом выпуске, обозначает W. Как и флаг, показанный нам на кадр во время помех. И эта диаграмма электрона для Вольфрама — тоже W. Шестой выпуск уже содержал в себе лишь символы изображений, необходимые для ввода кода на обновлённом сайте по демо с Байлар. А следующая часть пароля главному сайту организации Blackhead ждала нас аж в седьмой серии. И начиная с этого момента, по сказке стало искать ещё сложнее. К примеру, на тёмно-зелёном фоне буквально на кадр еле заметно промелькнёт этот символ. Похоже на монетку. Похоже на монетку. Похоже на печенье. А также в серии можно было заметить японский иероглиф, который переводится как «пять». И астрологический символ Юпитера — пятой планеты в Солнечной системе. В начале восьмого выпуска злодейского справочника на кадр промелькнёт... Ну, в этом мультфильме очень много нюансов. Очень много пасхалок. И, блин, надо быть чёртовым гением, чтобы это всё разгадать. То есть, это не так всё просто, блин. Простите, я зевнул. А, извиняюсь. Символ Нептуна — восьмой планеты. И вновь крохотная восьмёрка из системы исчисления Майя. В середине серии появится малюсенькое перевёрнутое «W». А во время вомех ближе к концу эпизода можно заметить промелькнувшую таблицу химических элементов с выделенным там вольфрамом, который также обозначается буквой «W». В девятом выпуске появится маленькая... А вы знали, что в лампах накаливания используется вольфрамовая нить? А? 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 Ладно. Может, для кого-то это будет открытие. Буква «R». Где-то в школе, который на семафорном шифре тоже обозначает «R». Обычный код, который переводится как буква «V». И крохотная троечка. И всё это дело завершает десятый выпуск. Когда нам показывают робота-пиньяту, сверху до ним можно заметить обычный код, который обозначает сплошные 0 и «R». Также буковка «R» промелькнула на кадр в конце эпизода. Как это расшифровывается потом? Ещё стоило обратить внимание на флажки стран, которые предоставлялась возможность позвонить в организацию Black Hat. Первый флаг на семафорном шифре обозначает 0, второй — букву «R», а четвёртый флажок очень напоминает семафорную 1. И по итогу, из всех собранных по сериям символов, если отбросить повторки, поскольку агент шифровала каждую часть пароля несколькими способами, чтобы её напарники наверняка сумели его отыскать, у нас выходит следующий набор. Но к выходу последнего эпизода злодейского справочника, волшебник, по всей видимости, не успел завершить работу над созданием общедоступной ссылки на сайт с базой данных организации Black Hat. И новое сообщение от неё на под МСБ Лар появилось лишь спустя год, на следующий день после выхода пилотной серии «Злодней». Вкладка «Отчёт по 72-65-84» не стало нам доступно. И в своём дневнике волшебник сообщает нам о том, что эскуперам таки удалось создать открытую ссылку к сайту «Чёрного шляпа». Обычно эту ссылку предоставляют только лишь злодеям и членам организации, поскольку она сокрыта в так называемой «Чёрной паутине». Тайной серии, которой пользуются злодеи, охотники за головами и другие. И судя по всему, не так просто было вывести ссылку из «Чёрной паутины» в привычную нам сеть, потому на это ушло столько времени. Доступ к сайту невероятно опасен. Любой злодей или член организации может обнаружить местоположение тех, кто его посещает. И в особенности себя подвергают риску эти агенты, удерживающие ссылку, открытые для обычных пользователей. Волшебник настоятельно рекомендует ограничиться коротким посещением на сайт и ни в коем случае его не распространять. И все мы помним, что произошло с Падемос Байлар из-за чрезмерной активности фанатов сериала. Потому как оффадрис этого сайта я вам сказать не могу. Уверен, кто тогда обязательно сольёт ссылку в комментариях. Но я хочу вас просить не переходить по ней, не кликать особо по нему, иначе вы просто-напросто можете загубить всем остальным фанатам возможность дальше следить за этой историей. Ну да, оставьте это тем, кто это разгадывал, реально разгадывал и сидел долгими часами, днями, чтобы всё это увидеть. Не надо заходить, не идите на готовенькое, наблюдайте за это вот в роликах на ютубе. Вот как я сейчас смотрю Содерлинга, намного лучше, лучше делайте так, потому что иначе потом может быть грустно. Чтобы наверняка отбить у вас желание переходить на сайт организации, я вам покажу абсолютно все его вкладки и переведу всё на русский язык. О, вот эти как шикарно. Ничего, помимо показанного в ролике, вы там уже не обнаружите. Итак, вводим тот самый 14-значный пароль и попадаем на главную страничку, где нас сразу же встречает логотип организации Black Hat. Справа мелькает баннер, предлагающий нанять охотников за головами. Неплохая реклама, отлично. Что вам ещё предложат нанять хакера, купить устройство с головой медузы, приобрести оружие и стать членом организации, ведь всё, что для этого требуется, ваша душа. Чуть ниже кратко описывают все основные разделы сайта. Основные сведения об организации, список товаров, которые можно приобрести, услуги, которые можно заказать, список членов организации Black Hat, а также предложения, от которого невозможно отказаться. Во вкладке организации нам кратко описывают, насколько же крутая и величественная компания черного шляпа. Они помогают злодеям в исполнении их планов и финансируют их бизнес ради собственной выгоды. Во вкладке товара сейчас доступно лишь шесть вещей. Это гитара-деменция, от которой Флёк, судя по всему, просто хочет избавиться, поскольку она просто невыносимо громкая. А также пять товаров, которые черные шляпы Флёк рекламировали в короткометражках. Зловещий луч, который на данный момент недоступен для покупки из-за всего произошедшего в первом эпизоде. Антигравитационное устройство из пятой серии. Голова медузы из девятой короткометражки. Менеющие размеры лучи с третьего эпизода. И система безопасности организации Black Hat. О, все неплохо, я бы такой вообще дам баста. Все, что 50... Или 500 миллионов долларов. А, там точка есть. 50 миллионов долларов. 50 миллионов долларов. Представьте, 50 миллионов долларов. Во вкладке услуги доступно 8 пунктов. Лагерь организации Black Hat для маленьких злодеев, в котором из мелких детишек будут формировать настоящих злодеев. Классно. Их хулиганы, которые раньше просто лепили жвачку в волосы одноклассникам, теперь будут лепить им на лица паразитов. Также организация предоставляет... Классно. ...для злодеев по любому вопросу. Отправляю всех детей туда. Счастливых каникул. ...можно нанять деменцию на выполнение любой миссии. Помимо этого, организация предоставляет страховку на космический корабль, что бы с ним ни произошло. Даже если вы сами его сломали. Также можно заказать ликвидацию героя, и сотрудники организации Black Hat приведут его к вам живым или мертвым, на ваше усмотрение. Стоимость этой услуги всего-то душа клиента. Помимо лагеря, также есть институт организации Black Hat, в котором уже полноценно преподаются все злодейские дисциплины. Даже химия зл... О, гляньте, там Гамбл. Типа, чё? Гамбл, что ты там забыл? ...и математика еще большего зла. Еще организ... А, это мама Гамбла! ...даже химия зла и математика еще большего зла. Обалдеть. Окей. Это очень интересно. Еще организация предоставляет вам возможность зачаровать... ...питам мы знаем, что она такая жесткая. ...без священным орудием героев. Черный шляп лично поместит в предмет злобного духа, чтобы создать проклятую вещь. Также есть курорт для бесполезных прихвостней, которым здесь настолько промоют мозги, что они вас более не побеспокоят. Членами организации являются... Боннивет, Кимера, Кобальсиний, Ктулху, Флаим, Крематорий, Муразит, Стардаск, Ментальная Лагуна и уже знакомая нам Пенумбра. Во вкладке присоединяйтесь к нам... Ступай или страдай. ...кара у вас попросту нет. И помимо этого, на сайте есть отдельная страничка со шляпой, где вы просто можете полюбоваться всем прекрасным символом организации Black Hat. Внизу сайта находятся еще три вкладки. Ответы на часто задаваемые вопросы, условия и политика конфиденциальности. Из первой можно узнать, что платиновую карточку получить не так-то просто, что сосчитывают ваши данные для таргетинга, что компания предоставляет вам данные из секретных государственных архивов, и что расторгнуть подписанный с организацией договор невозможно. Ха-ха, нет. Вклады условия сказано, что черный шляп всегда и во всем прав. А в соответствии с политикой конфиденциальности, все ваши вещи и ваша жизнь теперь принадлежат ему. Ну а что вы еще ожидали? Ну да, ну да. Чья миссия заключалась в раскрытии доступа к этому сайту. И потому, только когда задание было выполнено, волшебник опубликовал тот самый отчет по завершенному делу 72-65-84. Так что случилось с ними? Это далеко не все, что таят в себе злыдни. При том, что это видео длится почти 30 минут, на данный момент я раскрыл вам лишь треть всех загадок. Капец треть. И впереди вас ждут еще более жуткие подробности о методах и рецепах облака. Я жду, короче, новых серий ради разгадок. Мне очень интересно. Давайте наберем на этом видео поскорее 30 тысяч лайков, чтобы я мог приняться за создание следующего ролика по этому мультику. Даже при том, что еще до меня... Да, обязательно. Ребята, ссылка на регионал в описании, приходите, ставьте лайки. Обязательно. Несколько недель на то, чтобы заново найти все запрятанные на кадр коды, перевести все документы с испанского, хоть я знаю лишь его основы и, в принципе, во всем этом разобраться. И сейчас у меня огромное желание поскорее рассказать вам все, что я выяснил. Круто. Проходимый в первую очередь по той причине, что это влияет на распространение данного ролика YouTube. И чем больше будет лайков, тем лучше YouTube будет его рекомендовать новым пользователям. А мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей узнали о зловидениях и о том, как же запарили создателей, продумывая столь глубокий и запутанный сюжет. А на этом... Ребята, ссылка на оригинал в описании. Вы знаете, кому ставить лайки. Ну, если захотите, конечно, можете поставить лайки мне. Мне было бы очень приятно. Можете еще колокольчик нажать, комментарий написать, подписаться. Если еще не подписан. Также у меня появилась спонсорка, хотите меня поддержать финансово. Там самая дешевая из 50 рублей. Можете поддержать. Там есть бонусы всякие разные. Посмотрите, прикольные бонусы. Вот, все. Всем удачки. Всем пока. Пока.